Её главный подарок землякам, который она привозит ежегодно на Малую Родину в Буй, это восхитительный концерт. Буйский талант, буйская краса, буйская гордость, певица Елена Комарова. 2019 год тоже не стал исключением. 2 марта во Дворце культуры состоялся юбилейный концерт группы «Калина Фолк», руководит которой Елена Комарова. В этом году коллективу исполнилось 10 лет, и именно этому событию был посвящен концерт «Калины Фолк» в Буе. Концертную программу вела сама Елена. В концерт вошли 26 песенных композиций, исполненных акапелло и под музыкальное сопровождение. Многие написаны на слова известного русского поэта Сергея Есенина, автор мелодии Елена Комарова. По её словам, именно есенинские строки сочетаются с русским менталитетом. Получается, что весь Сергей Есенин сегодня, ну, песен 10 точно, это минимум было, я его как-то, так сказать, не задумываясь, но они писались, писались, и потом уже… Лена, она когда слушает слова, понимаете, она их не слышит, а у неё сразу мелодия звучит в голове, это редкий дар, таких людей немного, понимаете. Вы читаете, вы сразу поюте. Да, да, да. Я беру, ну, так и пою. Все говорят, да как, как, ну, вот просто вдохновение. И я просто услышала и думаю, петь, вот этот липозапев, она именно с тобой ассоциируется, давай её запивай. И, ну, лет 8, наверное, не 10, а 8 назад мы её в аранжировку. В составе коллектива 4 человека. Кроме руководителя, это стоявший у истоков группы Пётр Рогов, Анастасия Петрова и новый солист Дмитрий Савин. Он заменил погибшего в авиакатастрофе Дмитрия Бобовникова, которому была посвящена одна из спетых песен «В небо белым голубем». Эта история, ну, вообще мы с Димой же её и начинали петь, и распевали. И, ну, как-то волей судеб, вот, она… Ну, она пела всегда на нерве, и с Димой вместе. Ну, когда Димки не стало, она прям, прям как совпала с этой птицей, вот с этой «В небо белым голубем полечу», «К матушке вернусь». Это слова и музыка Сергея Трофимова. Мы её в оригинальной аранжировке распевали. Ну, и осталась вот в памяти эта песня. За 10 лет творческой работы коллективам записано немало песен. Как говорят сами вокалисты, их песни поёт вся страна. В адрес коллектива приходит огромное количество писем со словами благодарности за творчество, горение на сцене, за вклад в сохранение культуры, за верность русской песне. По мнению певцов, эти песни пришлись ко времени. Хотя, наверное, они без срока давности, поскольку талантливые исполнители, которые дарят зрителю радость общения с песней, которые воспевают вечные и главные для каждого человека ценности, будут востребованы всегда. Зритель встречал давно уже полюбившуюся группу бурными овациями. Отдача из зала – это подпитка энергии для артистов, стимул работать дальше. Под живой аккомпанемент, гармошку были исполнены несколько песен, автором одной из них является солист группы Пётр Рогов. Концерт был интерактивным. Буйские зрители на ходу учили песню и подпевали. Так прямо на концерте сложился хор Земли Буйской. С этой песней артисты записывались на Первом канале. «Морозник, куда без стужей, без крыши, не будьте себе, а я без тебя не нужен, даже самому себе». Приглашали зрителей и на сцену. Почти всех, кто пришел на концерт, Елена знает. Ведь здесь ее родина, небольшой, но любимый всем сердцем город Буй. А у нас все свои, у нас все свои. Спасибо вам большое. К своему юбилею Калина Фолк готовит большой концерт в Москве, который состоится в октябре этого года. В нем примут участие и другие коллективы и солисты, авторы, с которыми Калину Фолк связывают дружеские отношения. Марина Девятова, группа Садко, Московский казачий хор, Олег Митяев, Сергей Трофимов и другие. На концерте в Буе звучали и сольные композиции, и песня, которую коллектив исполнял в финале всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Очень рады приветствовать в очередной раз в год такой прекрасный и талантливый коллектив, наш коллектив, мы тогда скажем тоже. Очень классные голоса, прекрасные вообще люди, если честно. Мы вас любим и всегда ждем. Желаю вам в дальнейшем горшком успехов и не нарушать, конечно же, традиции. Спасибо большое. И хочется предоставить слово от Зареевского городу и Валерия Васильевича Блядышева. Здравствуйте, Лена, Петр, Дмитрий, Анастасия. Я думаю, вы явление уже улучшили и имена, и фамилии. Теперь вас знают хорошо. Лена, мы всегда рады, судя по таким восторженным отзывам наших боевлян, всегда рады видеть тебя на этой сцене, не только по телевизору. Мы всегда следим за твоим творчеством и всегда радуемся вашим успехам. Видно, что это тяжелый, тяжелый труд, который воплощается в такие прекрасные произведения, которые исполняют из-за жителей нашего города и не только для всей страны. И я думаю, что вот именно такие русские песни, которые поются с такой душой, нас очень радуют. Потому что действительно город будет историческое, такой старый город, достаточно древний. Но тем не менее, всегда вы любили петь и плясать под гармошку, тем более, что не так часто это происходит раньше, что было намного чаще. Вам, ребят, творческих успехов, здоровья, счастья. И думаю, что достойно отметить десятилетие и двадцатилетие и тридцатилетие, дай Бог. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо, Валерий Васильевич. А мы же творческих успехов. Точно, правда, я имею в виду. Валерий Васильевич, тоже мы от своего коллектива желаем творческих тоже успехов, спортивных достижений. Так что мы с детства помним Вашу замечательную поддержку. Мы же спортсмены бывшие. Пускай, ну, не поехали мы на Олимпиаду. Ну, ничего, мы смотрим по телевизору. Вот. И дай Бог тоже много лет вам благаю. Спасибо большое. Спасибо. Город мой. Пока. Пока. В семье Комаровых с песней дружат, песню любят. Обе сестры Елены, Лариса и Любовь тоже связаны с музыкой и пением. Занимаются с детьми, учат их петь. Их сестра приезжает не одна. Она не просто исполнитель и автор песен. Она руководитель коллектива. Поет сама и буквально заражает пением всех вокруг. Пока артисты общались после концерта с поклонниками, родственники спешили, чтобы встретить их дома. Гордость за свою дочку и за наш город. Все-таки вот у нас певицы выросли в городе. Волновались? Ну, она уж не первый раз приезжает. Ну, как бы, ну, волновалась. Ну, не очень так. Знаю, что она хорошо и не подведет, и не больно расстраиваясь. Ну, тоже гордость. Все время, когда она приезжает, конечно, какое-то волнение, переживание, то есть ответственность за то, что как они представят в эту программу на этот раз. Ну, они всегда замечательно представляют. Мы их очень любим, уважаем и гордимся ими. Потому что... Видите, у них молодое, еще новое. Переживали, как уйдет, да войдется тут. У него что-нибудь, правда? Конечно, конечно. Замечательно все. Наверное, зрители тоже остались, ну, впечатлением. Почему вы торопитесь, скажете? А потому что надо их накормить, ребят, разогреть. Уже накормить. Да, они остановились в семье. Самое лучшее. Вообще, видеть Лену здесь всегда для нас большая радость. Я ее помню девочкой. В школе. Девочкой в школе, в восьмом-девятом классе. Та же сама Лена. Вот ничуть не меняться. Ни московского снобизма, никакого нет. Вот, просто только рост таланта, рост вообще силы, творческой, самой лучшей. Энергетика тоже возросла. Ну, и, конечно, мы видим свое зерно в этом человеке. Рады? Ой, безусловно. Безусловно. Будем следить дальше за ее судьбой. Думаю, что все будет прекрасно у нее. Вот. Думаем, что она еще с детьми своими приедет сюда и споет. Насмеялась, наплакалась. Эмоции через край. Постоянно хожу, люблю. Напелись? Напелась, да. Можно сказать, сидя натанцевалась. В общем, эмоции через край зашкаливают. Слов нет. Лена, мне приходится родственницей. Не в этом дело. Я поклонница вообще, как бы, их репертуара, их группы. Да. Творческих прорывов, здоровья, успехов. У них еще маленькая дочь подрастает. Леночки. Уже выйдет на сцену? Ну, наверное, да. Мы всегда ходим с удовольствием, стараемся не пропускать, потому что Лена наша землячка. Песенки, ну, не все, но почти все знаем наизусть. Вот. Желаем творческих успехов, поздравляем с десятилетием. Счастья им личного, семейного. Ну, чтобы еще, наверное, приезжала. Как сегодня просватов, ну, может, вырежете потом, чтобы вторую половинку нашли остальные участники. Вот. Чтобы, ну, почаще, ну, я не знаю, наверное, это невозможно несколько раз на году ездить. Все-таки это. А так, в общем, здоровья, счастья личного, семейного, творческих больших успехов, больших полных залов. Всего самого наилучшего. Ну, голоса такие, что ради этих голосов стоит ходить, смотреть. Огромное им спасибо. Я бы приезжаю. Очень хорошо. Творческих успехов, само собой. И пусть они остаются такими, какими есть. Земными и очень близкими к нам. Простым людям, зрителям. Спасибо им за отношение к нам, к зрителям. Это чувствуется в их песнях и в том, как они ведут себя на сцене. Спасибо им огромное. Я вообще их обожаю. Я в восторге всегда от них. Мы ходим всегда на них. Гордитесь, наверное, да? Да, да. Даже, может, уже думаю, в Москву не съездить в октябре. На их концерт? Да. Отчего я их очень люблю. Я их видела на звезде, когда их в финале зарубили. Их в прямом смысле. Им дали какую-то песню, мне ту нашу после «Аллилуйя». И дали какую-то… Они в финале проиграли. Жалко было мне. Так что я настроение вообще довесна. Что пожелаете им? Творческих успехов. Любовь к песне привела Елену еще маленькой девочкой-школьницей в вокальную группу «Костромушка», что действовало под руководством талантливого педагога Ирины Кареповой в школе номер два. На этот концерт ее участницы приехали из Костромы. Мы приехали на концерт специально. Мы очень давно не виделись с Леной. Я лично, честно говорю, что не бывала на концерте. И вот Иринка меня вчера окликнула, говорит, давай уже, вот, собирайся. Мне уже надо попробовать. Надо начать и продолжить. Да, надо начать и продолжить. И вообще, я сегодня Ире сказала, что мы плохо собрались на концерт. В следующий раз мы должны прийти всем своим ансамблем с растяжкой «Костромушка». Да, мы плохо подготовились просто сегодня. А вообще, Лен, спасибо, все здорово. Чудесный концерт. Мы все время ждем его. Я, во всяком случае, хожу вот несколько лет уже на каждый концерт. Каждый раз разно все. Очень нравится. Очень люблю эту группу. В общем, все чудесно. Всегда у нас позитивное настроение. И как бы тоже, как Лена все время говорит, что питаюсь, питаюсь своими корнями. Да, мы тоже очень рады всегда их услышать. Всегда ждем. Вот, стараемся посещать все концерты. Во всяком случае, насколько возможно. С каждым годом зритель наш, он наполняется, то есть он уже приходит не просто молчаливый, какой-то спокойный. Он уже буйство красок, эмоций. Мы это чувствуем на вербальном каком-то уровне. И уже за несколько лет, сколько мы приезжаем, вот костяк сложился, новые добавляются, но именно он как-то воспитывается, наш зритель. Уже заряжен. Уже заряжен, он приходит, он ждет вот каждого персонально вместе, хоровое наше творчество. Не знаю, но мы, Родина для меня всегда святая. Ну, и для ребят тоже вы как-то всегда... Большое удовольствие посетить всегда прекрасных людей, прекрасную землю, потому что вот Лена сегодня уже сказала, заезжаем, сразу видим белые снега, снега, поля. Это очень здорово. И погода, кстати... Мамины вкусные пирожки. Обязательно, да. Аладис, растертый клубникой, все, понимаете, это вкусно. И на сцене так же. И полезно, да. На самом деле, ну, просто чаще, я думаю, раз в год, два раза в год это нормально, то есть вот соскучится. Замечательные. Как всегда, как обычно, замечательные впечатления. Все заряжают эмоциями, все всегда рады, все дарят искренние улыбки, что очень редко в нашем мире. Мы всегда рады приезжать. Как она это узнает, я не знаю. У меня третий класс. У меня, да, первое, как бы, выступление с Калиной на большой сцене, так сказать, на Буйской земле. Вот, и, как бы, волнение, волнение, конечно, оно присутствовало, но, как бы, люди, они отдают свои эмоции по глазам, то есть видно, что они, как бы, принимают, и это, как бы, успокаивает. И уже к середине концерта я уже чувствовал себя как свой, то есть все было хорошо, я очень рад, что так получилось. Хорошо. Вы прекрасно звучите вчетвером. Вот для нас, для слушателя, для зрителя. Для вас как? Почему четверо? Почему два женских, два мужских? Ну, кто заканчивал консерваторию, скажу. Хороший вопрос, мы не задавались, но, на самом деле, это вообще... Гармония. Гармония. Ну, то есть мужской, нишский голос, ну, баритон, тенор, да, ну, как бы, объяснять уже терминами, ну, и в народе многоголосное пение. Четыре, в принципе, это достаточно голосовое, два женских сопрано-альт и баритон-бас. Да, понимаете, север, юг, восток и запад. Да. Ну, дело в том, что отдать должное все-таки русской песне Надежде Бабкиной и то звучание, которое я когда-то девчонкой услышала, но приехав, конечно же, с природой, да, с буйской земли, у меня и дедушки, и бабушки все пели и поют. Но, приехав и увидев вот эту школу многоголосного хорового, отказаться от этого уже невозможно. Так что, Надежде Георгиевне, большое спасибо. На самом деле, вот если говорить про репетиции, да, мы собираемся, то есть мы держим, нужно держать форму, потому что, если, как говорится, в туры уехать, то можно и голоса, так сказать, потрепать. Ну, дело в том, что мы зреем сейчас, вот я как бы из декрета выхожу, да, и, тем более, мы когда потеряли… Все успевают. Все успевают, они пока женятся, я уже, да. Жарят между делом, да. Да, дело в том, что вот мы, ну, еще нашего участника потеряли, Димку, это большая потеря, и нас, пока мы восстанавливались, то есть мы не останавливались, мы постоянно тоже и репетировали, концерты давали, но это такая эмоциональная вот… И только-только, вот благодаря, спасибо Диму, мы по кастингу, да, но мы прослушали несколько, как бы, голосов там, и из консерваторской, и так, но нам Дима по нашему, вот, мировоззрению подошел, вот, талантливый… Жесткий кастинг он прошел, ему было очень сложно. На самом деле… Мы издевались, как умели. Но он, но он, вот, посмотрите на его лицо, он остался свят, и чист в своих мыслях, ну, вот, это главный критерий. Вот, ну, и на самом деле все имеем высшеконсерваторское, вот, гнесинское образование. Ну, это надо нести, просто можно, конечно, скатиться в какие-то, ну, шансоны, но это все очень… не оставит никакого следа. То есть мы хотим, чтобы это, да, продвигалось многоголосие. Ну, на самом деле выбрали такую стезю, понимаете, то есть, и получается, что это только тот человек может услышать, ну, хотя, мне говорят, ты как бы расширяй горизонты немножко, может, не конкретизируй. Ну, вот, размывать тоже не хочется границ, потому что на всех стульях стилистика нужна коллектива, звучание, вот, вот, визит на эта карточка. То есть, и получается, что любители – это как джаз, то есть, вот его любят джаз, но это небольшое количество, да. Так что мы потихоньку идем, 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 и 10 лет – это не предел для коллектива. Бесной мы счастливы, вот, вдохнуть запах детства моего, потому что я лет 20 уже живу в московской, так сказать, епархии. Ну, иногда не попадаю в приезд к маме, допустим, но воспоминания, текут ручьи, вот этот запах морозца, девчонка там на лыжах, в Спартаке. И вот, понимаешь, и мне достаточно вот этого глотка, ну, вот мы сегодня днем приехали, да, потому что семья, муж остались в Москве, я понимаю, что вот за день мне надо сейчас успеть напитаться, вот. Даст Бог летом мы, конечно, тут… Поедем питаться. Поедем питаться, да. И что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей не объять. И станет спокойно и сладко, как в детстве, когда внимала меня, моя мать. Молитва святая, молитва святая, молитва святая, слезами прольется, Христовой любовью исполнится грусть. И в это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной. По имени Русь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ